Королевство Орегон В древнем свитке Маги прочли то, что когда барабанный огров пробьют ровно 11 раз, небо окрасится в алый цвет, когда заблудшие души вернутся в мертвые тела, когда некроманты соберутся вместе, придет демон крови и мир. Больше информации в свитке не было. Король созвал армию рыцарей и гномов, с которыми заключили союз. Армия выступила границей запретных земель. На глазах у короля из могил собирались воины, а небо становилось ярко-красным. В тот день состоялась битва, каких раньше не знало это королевство. Войны короля сражались храбро, но куда им до великанов, троллей и огров. Всю армию короля уничтожили, а его самого принесли в жертву, чтобы ритуал некромантов состоялся. В последние минуты ритуала, когда портал начал открываться, послышался чей-то голос, произносящий заклинание. Это был верховный архимаг белого пламени Аллахид. Он вступил в бой с некромантами и ценой жизни уничтожил портал. Но это привело к жутким последствиям. Разрушительной ударной волне, которая разрушила большую часть королевства. Прошло время. Жизнь начала возвращаться, а остатки жителей королевства создали альянс. Вместе им удалось отстроить одну из цитаделей. Массивные каменные стены отделяли людей от деформированного мира, в котором давно уже не было чести. Благодаря помощи западных соседей удалось вернуть совет чародеев. Жители цитадели понимали, что сами они не смогут противостоять всем существам, которые могут нагрянуть в любую минуту. Так появились герои. Великие воины, способные сдерживать силы тьмы и стать щитом для выжившего альянса. Герои обладали легендарным оружием и мощными заклинаниями. Сейчас многие из них путешествуют по ничейным землям в поисках богатства и артефактов. Я решил поступить таким образом. Я буду писать по одной истории для каждого героя, чтобы его развивать. Потом, впоследствии, герои будут сотрудничать с другими героями, а в конце уже встретятся все вместе. Первая глава назвал ее «Молот судьбы». Гном Латоглав с заядлой воякой и последний гродок краснобородых. Всю его семью перерезали тролли, а ему удалось выжить. Впоследствии стал наемным убийцей, но после встречи с паладином Габриэлем, это имя я выбрал для паладина, изменил свое мнение о мире и стал помогать людям. Его главной целью было отомстить троллям, но прежде он должен был найти легендарное оружие гномов – «Молот судьбы». В поисках он провел большую часть жизни и собрал все фрагменты карты, по которой теперь сможет найти молот. Гладоглав отправился в путь. Он думал, что найдет величественный цитадель гномов, но вместо этого наткнулся на горную пещеру. Внутри были слышны странные звуки, и гном решил войти туда. Неожиданно на него напала небольшая банда гоблинов, и завязалась драка. Гоблинов было двое, и гному удалось справиться с ними. Теперь он вошел в пещеру, и оказалось, что это была древняя шахта. В таких много лет назад добывали золото и другие драгоценные металлы. Гладоглав вошел внутрь и встретился взглядом с магом, облаченным в красное одеяние. Его глаза сияли огнем. Он произносил заклинания, и в глубин шахты появлялись скелеты шахтеров. Они собирались вокруг него. Неожиданно маг полярился к гному, и ударной волной своего посоха отбросил того к стене. Гладоглава сразу окружили скелеты. Путь героя завершился бы в этой шахте, если бы не странная фигура, которая появилась в проходе. Она двигалась с огромной скоростью, и за пару секунд смогла разрушить всех шахтеров, оставшись один на один с магом. Гном вмешиваться не стал. Бой оказался трудным, но таинственному персонажу удалось справиться с магом. Он растворился в темных сводах шахты, и после боя герой, превратившийся в фиолетовый пар, растворился. Гном воспользовался моментом и ушел из шахты, подальше от неприятностей. Недалеко от нее он нашел руины старой цитадели, и в обломках увидел бронзовый молот с гранировками. Он сразу понял, что это молот судьбы. Довольный Младоглав поднял молот и уже собирался уходить. Как вдруг... Моя новая глава самоделки называется «Башня контроля». Из шах гномов мы переносимся в Сумеречную долину, где расположена башня контроля. Магическое сооружение, появившееся на рассвете Орегона. После ударной волны башня исчезла, но сейчас башня снова поднимается над скалами Сумеречной долины. Туда и отправился паладин Габриэль за ответами. Его ждал долгий путь по холмистой поверхности. По дороге паладина будут ждать множество опасностей. Раньше он обучался в башне магий, но нарушил кодекс и ушел, не закончив тренировки. По дороге Габриэль встретил Младоглава, и вместе они прошли основную часть пути, но потом расстались. Спустя время Габриэль добрался до башни скелетов, пытающихся прорваться внутрь, но на их пути стоял могучий мечник Архаалия. Магическое существо, созданное для защиты башни. Он владеет одним из мощнейших волшебных клинков мира Орегон. Мечник не знает усталости, и у него есть лишь одно предназначение. Быть стражем тех тайн, которые хранятся в библиотеке башни. Он спокойно расправляться со скелетами, нанеся смертельные удары, но их становилось все больше. Габриэль обратил внимание на темную фигуру мага, создающего скелетов. Паладин быстро спустился с холма и достал боевой посох, готовясь выпустить в мага смертоносную молнию. Но фигура повернулась к нему лицом, и Габриэль увидел лицо тайного персонажа. Оно было без кожи, и лишь открытые глаза говорили о том, что Некромант жив. «Что ты такое?» Воскликнул Паладин. Вместо ответов Габриэля вылетел поток смертельной энергии, от которой Паладин с трудом увернулся. Но он был не так прост. Габриэль достал второй посох и произнес заклинание, после чего ударил оружием об землю, и глаза Некроманта ослепил яркий свет. Воспользовавшись этим, Паладин подбежал к Некроманту и нанес ему удар посохом, от которого Некромант повалился на землю. Тем временем второй посох уже занесся над головой существа, но тот уже растворился в фиолетовой массе, и через секунду оказался за спиной Габриэля, и с помощью темной энергии подчинил его своей воле. Паладин не мог сопротивляться. Обе фигуры начали двигаться к мечнику, тем временем тот использовал праведный гнев своего меча, и все его противники разлетелись на части. Увидев Некроманта и Габриэля, воин в серебряных латах преградил им путь. Габриэль бросился на мечника Архаля, но мечник выставил руку вперед, создав щит, отразил удар Габриэля, заставив того пошатнуться. После этого мечник проделал тот же жест, отражая магию Некроманта. Бой продолжился, и мечник получил несколько ударов, и начал отступать. Казалось, все уже кончено, но вдруг воин вонзил свой меч в землю, и тут небо пронзил луч света, и с верхушки башни взмыло существо. Оно быстро приближалось к земле, и, оказавшись над Некромантом, ослепило его ярким светом, и ударная волна снесла темного мага в сторону. После этого Габриэль очнулся от чар Некроманта, который уже испарился. Теперь перед ним находилась башня контроля, и он направился к ней, но на пути встал мечник и произнес. Стой на месте! Вход в башню контроля для тебя закрыт. Прочь! Игры с дьяволом. Сегодня мы перенесемся в мистический лес. За неприступными скалами и отравленными растениями скрывается небольшая поляна, где находится древнее строение. Одним своим видом оно озбугивает проходящих мимо людей, но что скрывается за ее стенами? Древняя усыпальница стала домом для Рейвен, адепта темной магии. Ходят слухи, что она дочь того самого высшего Некроманта, который пытался вернуть в Орегон древнего демона, но нам мало об этом известно. Мы знаем лишь то, что она темный маг, и предел ее сил до сих пор неизвестен до конца. Много лет она занималась выращиванием яйца лазуритового дракона, и вот наконец дракон появился на свет. Однажды к усыпальнице пришли две фигуры с посохами. Рейвен, глупо скрываться в стенах этой жалкой башни. Знаем, кого ты держишь, и кое-кто заинтересован получить твоего дракона. Я знаю, кто вы, и давно уже не помогаю таким, как вы. Убирайтесь прочь, пока еще можете. Ты преувеличиваешь свои силы, девочка. Проговорил маг в красном облачении. Ты отдашь дракона, или мы заберем его и заодно твою голову. Добавил маг в темном. Думаю, вы узнали двух этих некромантов, оба появлялись в моей истории в двух предыдущих главах, и оба потерпели поражение. Вместо ответа Рейвен скинула капюшон и приготовилась к бою. Чего же мы ждем? Некроманты начали атаковать ее темными чарами, но она могла без труда отражать их и перенаправлять в противников. Но они были не так просты. С помощью комбинированного заклинания они создали темную материю вокруг Рейвена. Мы предлагали тебе сотрудничество, но ты отказалась. Что ж, теперь у нас будет меньше проблем. Вы пришли ко мне в дом со своими условиями? Вы думаете, ваши жалкие попытки колдовать смогут мне навредить? Вы поплатитесь за нахальство. Ударная волна рассеяла темное заклинание. Обязательно напишите в комментариях, что добавить в мой мир, какие постройки. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!